Громкий старт нового сезона. Мотопробег в Рязани. По центру города проехали сотни байкеров. Впервые в областном центре мотосезона открывали ночные волки. Всем русским мотоциклистам я хочу дать, чтобы они ездили, радовали жизни этой чудесной весенней погоде, природе. Чтобы они все были, самое главное, ездили, все были целы и здоровы. Перед стартом традиционная встреча. После долгой зимы давние друзья рады друг другу. Этого момента мотоциклисты ждали всю зиму. И сегодняшний день это не просто официальное открытие мотосезона, но и встреча братьев, друзей и единомышленников. Всю зиму ждали, готовились, собирались, планировали поездки, планировали путешествия. Но весна ранняя, выкатились рано, но вот открытие сезона, у Волков первые, мы приехали к ним в гости посмотреть, поучаствовать, с ними прокатиться, наши друзья, тут все наши братья. На площадке перед планетарием все больше и больше брутальных людей в косухах на больших, цветных, спортивных. Такое разнообразие мотоциклов в одном месте действительно событие редкое. Это моя супруга еще как бы в молодости. И так как я и она, мы служили в военно-воздушных силах, вот, и как бы отображено это здесь. Пушкин, Тверь, Тула, Нижний Новгород. Некоторым пришлось преодолеть не одну сотню километров. Но таковы традиции. Поздравлять с открытием мотосезона у Волков принято наведываясь в гости друг к другу. На протяжении многих лет партнер открытия мотосезона в Рязани компания «Твой скутер». Господа автомобилисты, будьте внимательны. Мы выехали на дорогу. Будьте бдительны, взаимовежливы. Господа мотоциклисты, уважайте других участников дорожного движения. Помните, тише едешь, дальше будешь. Быстро поедешь, медленно понесут. Поспешишь, людей насмешишь. Мы задали всем один и тот же вопрос. В чем главный принцип безопасной езды? И каждый озвучил одну и ту же мысль. Пендеры все равны. Единственное, что автомобилисты немножко забывают иногда, что у них все-таки четыре колеса. И вокруг слой железа для безопасности. Поэтому если где-то произойдет какое-то столкновение, даже касание, то машина, самое максимум, это покрасить красочку. А мотоциклист от касания – это травма, как минимум. А возможно, жизнь. Установку на безаварийную и безопасную езду мотоциклы получили у священника. По традиции сезон начинают с благословения. Погода благоволила мотоциклистам. Поэтому колонна получилась действительно впечатляющей. Целый табун железных коней проделал путь через весь город в Солочу. Вести колонну задача не из простых. Самые опытные мотоциклисты, капитаны дорог, берегут целостность колонны, перекрывают второстепенные дороги, чтобы автомобили не нарушили строгий порядок заезда. Если машина выезжает со второстепенной дороги, либо на перекрестке, то есть специальные люди отсекают на перекрестках, чтобы на красный, на зеленый свет, то есть не выскочили и не разбили колонну. Управлять ей несложно. Еще одна фишка – зверь-машина от байкеров или Мэдмакс. Легендарный бензовоз прибыл в Рязань из Москвы и сопровождал колонну до Солоча. Об этой машине ходят легенды, а ее появление на дорогах вызывает страх у обычных автомобилистов. Грузовик «Безумный Макс» – непременный атрибут всех крупных байкерских тусовок. Мотоклуб русского духа и патриотов. Именно так ночные волки позиционируют себя. Поддержку члена самого популярного байкерского клуба получили даже у президента. Одно из главных направлений деятельности волков – паломнические поездки и благотворительность. Региональное отделение в Рязани появилось совсем недавно, в январе этого года. Не каждый может жертвовать своим личным временем. Мы ведем, помимо общественной работы, мы помогаем детским домам, ездим, помогаем. Собираем гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса. Несмотря на брутальный вид, байкеры – люди добродушные и веселые, романтики больших дорог. И все-таки оно существует – главное правило мотоциклиста. И звучит так – за все, что происходит с тобой на дороге, отвечаешь только ты сам. Конечно, это относится к чему и кому угодно, но на скорости в 120 км в час в салоне чувствуешь себя гораздо более защищенным, нежели в седле мотоцикла. Об этом стоит помнить и автомобилистам. Субтитры создавал DimaTorzok